всем привет дорогие антресольте меня зовут настя это канал антресоль канала парфюмерии не только и я вас встречаю хоть в пижаме но зато накрашенная и снова прической которую я сделаю себе сама мысли постригла и уложила не пугайтесь что это очередной трэш я хочу чтобы моя прическа сейчас максимально выражала какое-то внутреннее состояние оно у меня действительно меняется плюс этой осенью я решила поносить прямые волосы поэтому если вот так вот выпрямить челку то она в целом получается длинная это все эффект куда я вам полос но вообще в целом это какой-то знаете вызов мне наверное какой-то не идеальности бороться с этим вот ну что ж что у нас сегодня будет за видео она будет не влоговая нет мы сейчас с вами во первых подведем парфюмерные итоги я вам покажу расскажу фаворитов парфюмерных этого летнего сезона очень интересно что же там вышло у нас с вами будет распаковка подарка тире слепого затеста от моей подписчицы прекрасной виктории да я покажу вам что же мне дарит мои подписчики и у нас с вами будет слепой затест вы представляете немножко переделок потому что эту неделю я снова не провела зря помимо того что видите что я сильно наверное веселей мне кажется по глазам даже видно я работаю над собой да я посетила и каких-то врачей и каких-то не совсем врачей на на самом-то так нетрадиционной медициной тоже немножко увлеклась вообще в целом сдала свои анализы нашла нутрициолога потому что сама я уже не справлялась мне хотелось посмотреть какой-то другой взгляд на себя потому что долгое время я сама себе подбирала всякие там бады и так далее чем решила сделать это со специалистом просто для того чтобы немножко делегировать это и вообще узнать какое-нибудь другое мнение потому что возможно какие-то знания уже обновились да может быть просто нужно пить воду и есть салат и ты будешь здоров покажу вам немножко своих творческих всяческих декоративных историй потому что эта неделя тоже не прошла без этого кое-что меня заинтересовало но для начала мы с вами сделаем вот что предлагаю посмотреть что же нас внутри у внутри у горелого круассана вот с этой стороны в целом похоже да сережки вы такие ну кстати мне моя ученица подарила на день рождения сережки круассаны обязательно сейчас я их надену давайте посмотрим что внутри здесь ну не смотрим это немножко как будто шоколадное вот смотрите все горело и осыпалось и внутри давайте пробуем мне конечно кажется что это невкусно потому что это обычные покупные круассаны вот которые надо выпекать но они были куплены мною в глобусе давайте проверим чуть-чуть на вкус не жаль что они сгорели ну что ж давайте же подводить итоги нашего ароматного парфюмерного лета ну во первых у меня появился очень классный такой вот ящик ящик в цвете моего вот этот маршмеллоу мира теперь я ликвидирую свое черно-белое монохромное настроение точнее просто как бы отношусь к новому сиренево-розовому этапу как просто этапу эпизод в моей жизни немножко достать мне более мягкой конечно же каждое лето я планирую доносить все свои отливанты и все свои какие-то пробнички какие-то я не знаю слепые за тесты часто я люблю ну бывает такое что прям донашиваю но к сожалению это лето выдалось не очень активно в плане каких-то перемещений хотя я же в отпуске это даже в июне но вы знаете что я там сам выбрала но все-таки открыв свой парфюмерный шкаф смотрите кстати в чем я теперь переношу духи с того места где они у меня хранятся потому что они не хранятся на кухне в ящичке вот потому что чтобы свет не попадал так далее потому что мой кабинет вот этот вот маленький но где все равно есть эхо кстати потому что он достаточно пустой стоит всего лишь стеллаж и мой стол а поэтому сюда нужен ковер какого цвета я пока не знаю хочется конечно белый но он будет слишком марки черно-белый психоделично розовый не найти голубой тоже поэтому может быть свежу поехали удивительный но факт этим летом я довольно таки часто носила свой любимый жан лан ван мою любимую водичку практически он закончился мой такой более винтажный флакон но у меня есть еще один моя мама подарила мне еще один самый инфантильный ягодные кислотно-малиновые кислотно в смысле от слова лимонная кислота аромат очень мне нравится очень он легкий незамысловатый от него никогда не болит голова естественно вот тот самый сладкий люксовый аромат который я люблю в нем нет никакой ванили там только фрукты мускус и легкость класс лайк надеюсь мои флакончики сильно не нагревается так дальше ну конечно же не один мой летний период не проходит без жиробам гоза и к счастью к своему так статистическому я подсадила на него еще больше людей этим летом моя подруга недавно была у меня в гостях и заказала себе уже от ливантик на алюре потому что кстати там есть так что если вы давно хотели познакомиться с ним ароматом на алюр парфюм есть от ливант гоза так что вперед и в разных вертах боже мой как я его обожаю как я его обожаю я его стараюсь тратить по чуть-чуть потому что стоимость только растет для тех кто не в курсе расскажу это у нас история про туберозную такую мультифруктовую характерную личность потому что здесь у нас есть пачули пачули с фруктовой туберозкой здесь ощущаю такую маракуистность или даже немножко манговость но знаете тот самый манго который не химозный очень натруистично есть такая прям сочная мякоть какого-то оранжевого фрукта лайк пачули не дают этому аромату такие прям немножко зелененькие пачули не дают этому аромату скатиться в какую-то люксовость цидрат кидрат интенс да были у меня периоды боже мой прям сегодня хочется мне прям сегодня хочется его извините прям вот настроение такое сидишь на солнце и хочется какого-то знаете прям коктейля с цитрусами вот цидрат кидрат интенс вот это то что нужно зимой я в нем слышала немножко такую химозную нотку нотку какого-то знаете посудомоечного средства а но сейчас прям очень хорошо прям аж прям аж как будто бы мышцы даже расслабились и такой эффект выносит этот аромат ну либо я придумываю фантазер но мне очень нравится эта цитрусовость и на самом деле версия интенс она говорит за себя потому что сегодня будет еще один аромат который у меня появился этим летом в коллекции благодаря тому что я захаживаю периодически все равно парфюмерные магазины хоть и говорю себе что мне ничего не надо версия интенс делает свое дело потому что тот самый цитрусовый аромат который сидит цепкой долго то есть не какая-то поливашка туалетные версии или даже какой-нибудь люксовый цитрус который достаточно быстро слетает эти цитрусы ощущаются довольно долго поэтому рекомендую этим воспользоваться так идем дальше что у нас о этим летом да это же все этим летом происходил я немножко вылетела в своей депрессии из жизни и мне кажется как будто бы я прошел год мне месяц за год шел квирденюи боже мой мой любимый ванильный чай я его обожаю я так и не сняла видео про бренд в элтон ландо но я я обязательно это сделаю хоть с опозданием но и сделаю чтобы было потому что ну хочется рассказать про чайную линейку но я заменила один из ароматов в элтон ландо на квирденюи от и фраше и не жалею потому что стойкость потрясающая вот он чем дольше у меня стоит тем больше он настаивается и часов часа четыре пять на моей коже я его ощущаю никакой квир жесткий здесь нет здесь скорее прям такая нежная наша человечная кожа на которой разлилась ночь в виде ванильного чая такого знаете листов байхового чая с таким каким-то ванильным эликсиром у меня этим летом появился вот такой вот вот товарищ видимо его подарка на 30-летие боже мой я жду осень только для того чтобы во первых вынашивать свои обязаные сумки потому что сейчас я вяжу себе новую сумку на осень в коричневых оттенках точнее у нас будет оттенки коричневого плаща потому что у меня есть падающих листьев то есть и охра будет и горчичный цвет и немножко хаки в общем такие мои любимые осенние цвета люблю осень за ее цвета честно говоря и за этот вот период когда ты можешь наблюдать это увядание но вот как будто бы специально для тебя это увядание заметили сентябрь октябрь мои любимые месяцы когда ты можешь прям вот наблюдать за этим вот прекрасным желтым периодом никогда весна вот непонятная какая-то серая какая-то история все очень долго как-то развивается а осень это прямо вот как как будто бы знаете подтверждение фразы кто понял жизнь тот не спешит может быть философия конечно и не мой конек но мой конек это прекрасные ароматы в моей коллекции церемонии моя осень я планирую его носить вовсю это кожа с дымным ананасом вот еще немножко дерево но он такой рок-н-ролльный как моя прическа сегодня если не добавить какие-то смоки кожаной куртки и сесть на байк вот это то что нужно и это та самая дымность кожанность какая которая просто вот вот кто-то на фрагрантике написал что это просто сексуальный мужчина во флаконе пусть я буду этих мужчин и в эту осень ну просто я его обожаю ну куда же мы без мы и прекрасные сливочные тубероски от франка бакле хамелеон может его мне тоже хочется вместе но для меня это прям вот вот это про мая женственно когда мне хочется так прям надеть платье жемчугов кстати я же хотела надеть сережки и не надела их пока не забыла я кстати закончила наконец-таки свой один флакон секундочку я совсем стану собой я прям вот жить не могу раз этого блеска я никогда не думала что у меня может быть какая-то блескозависимость мне кажется сейчас немножко буду героиней служебного романа ну да пофиг честно говоря мне нравится экстравагантненько да вот 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 когда я держу в руках этот аромат мне хочется сразу быть немножко женственно сменить мою пижаму на какое-то платье какой-то такой не знаю костюм в оттенках слоновой кости или чего-то молочного боже мой я обожаю я очень часто получаю такие комментарии касаемо этого аромата либо настя спасибо что ты нам его открыла это потрясающая сливочная тубероза либо полярная история настя где-то там нашла сливочную туберозу как это зеленуха нужно тестить на коже обязательно потому что все мы с вами разные так едем дальше что у нас здесь о анкер индига не знаю видно или нет но одна треть флакона ушла боже мой ну прелесть ну прелесть и он становится таким-то таким более лимонно-теровким даже очень круто для мужского люкса просто находка как и классический конечно же так едем дальше так ну конечно же ну конечно же сейчас подождите без крышки не считается ну во-первых это моя давняя хотелка во-вторых это подарок от алюр парфюм на мой юбилей еще раз выражаю вам большую-большую благодарность но это просто прелесть я не перестаю восхищаться синимой это все на ран боже мой мне хочется все сегодня надеть мне какое-то такое настроение мне хочется нарядиться нанести на себя кучу ароматов и в путь но как-то планов сегодня нет на свидание никто не зовет подружки что-то все на работах а у меня сегодня образовался лохотой потому что отменились мы оффлайн уроки такое бывает поэтому я сегодня пойду на свидание самой собой в монтажную чтобы смонтировать это видео и сегодня его прям выложить не затягивать как бы сладко манкой ванильной не звучал этот аромат я вполне себе представляю его на какой-нибудь голливудской красной дорожке где-нибудь там в канлах на кинофестивале с каким-нибудь золотым поэточным платьем или же даже какой-нибудь total black с красными губами вот он прям такой торжественный но в то же время очень понятный и ни в коем случае не простой он понятный но не простой то есть в нем нет какого-то плотный в нем нет плоскости он достаточно объемный и конечно же в нем хочется утопать как в букете цветов так что у нас еще ну естественно так как я этим летом еще и умудрилась переехать то шанель номер пять лё был вот в первых рядах и для меня это аромат моего домашнего уюта моменты когда я убиралась не знаю выставляла свои вещи что-то там выкидывала готовила в первые дни в новом жилище я наносила на себя только шанель номер пять лёву потому что это мое спокойствие это мой борец с моей тревогой с моим тревожным расстройством с какими-то такими знаете перепадами настроения вот это тот самый белый лист который я люблю на себя наносить дальше диорсей а волю это аллерг моя липка который я носила в начале лета сейчас уже мне не хочется ее носить начало лета конец весны когда цвела липа мне прям хотелось быть этим деревом я собственно им и была я в аромате нисколько не разочарована просто сейчас по сравнению с шанелькой он вызывает мне чуть меньше эмоций но он хорош и если вы ищете липу я рекомендую вам заглянуть золотое яблоко и потестить там этот аромат потому что лип очень много вообще липа была прям трендом этого лета и создатель ганимеда выпустил липу и вообще очень многих брендов вышла тилия в разных каких-то интерпретациях но мне лично очень нравится липа версии бренда тёрсей ну и пассажир который буквально запрыгнул в последний вагон этого уходящего лета это фикти от николай ну прелесть конечно же прелесть но вот все таки я подожду до зимы до осени до зимы когда будет чуть попрохладе потому что в этот период я слышу там инжир сейчас я не слышу там инжир и я слышу тут немножко немножко какой-то знаете излишней сладости излишних каких-то даже персиков даже не османтусов а прям персиков и меня это немножко сейчас смущает потому что он немножко схож с моей любимой с моим любимым инле от мимо и мне хочется вот данным выбирая из двух ароматов конечно же больше носить инле вот поэтому инжирному чаю я дам немножко постоять но все-таки некоторое количество дней я орошала им себя но к сожалению эта версия кажется туалетной воды до доходы туалет очень быстро слетает вот поэтому я решила именно эту версию подарить в подарок я этим летом еще и была дарителем духов не только получала кстати да вы же знаете у меня еще один конечно же аромат был мне подарен на день рождения это амур уд и его прекрасная роза но я это равно буду носить ближе к осени поэтому он у нас пойдет в осеннюю подборку ну что ж а сейчас я предлагаю нам с вами переместиться в позавчерашний день я была там с другой причёской мы с вами распакуем подарки посмотрим что же я там натворила а кстати больше что я натворила этот предмет моего вытворения он здесь интриги не будет вот она моя прелесть я немножко увлеклась еще и этим видимо я сейчас проживаю какие-то свои непрожитые детские истории да я немножко еще и психотерапию заглянула этим летом на слишком долгое время своей жизни я была взрослой не до прожила свое детство поэтому возможно это сиреневая комната со всеми и и атрибутами этими яркими поможет мне немножко моего внутреннего ребенка порадовать ну что отправляемся в день позавчерашний вообще когда я увидела такие вот гипсовые фигурки которые можно найти на любом marketplace я сразу вспомнила про каупарейт и вообще про билли дэртис кажется так называются такие коровы существует с такой же классной кастомизации разукрашенные там под какую какое-то какое-то событие под какую-то символику в общем мы такие классные арт-объекты поэтому я решила что почему бы кастомизировать собаку для того чтобы начать творить нам конечно же нужно смешать вот столько промбили смело и дальше нам нужно выбрать какой же у нас все таки оттенок голубого будет я выбрала в итоге такой небесно-голубой цвет подумала что если он будет еще более насыщенный может быть оно и не нужно кажется что-то пошло не так или я не знаю как голубая собачка превратилась вот это вот просто чудо детского кружка но я же вам говорила что вдохновилась этими коровами и теперь у меня будет вот такая вот собачка с хребтом каким-то поплавком вместо хвоста но я экспериментировала я экспериментировала поняла что одной кисточкой у которой у которой нет острого края это сделать крайне сложно поэтому теперь мне нужны новые кисточки и выполнение базы данных какие-то блогеры прерываются на рекламную вставку ну а я же прерываюсь на подарочную вставку сейчас мы с вами будем распаковывать вместе подарок от моей антресольте лектории как вы знаете моя прекрасная антресольте я называю так всех подписчиков моего телеграм-канала антресоль потому что все-таки youtube это такая более большая площадка а все-таки телеграм поменьше по уютней покамерней и вот одна из подписчиц прислала мне не слепой затест как это обычно бывает а решила меня как-то наверно поддержать мой сейчас непростой период и написала мне склонность я хочу отправить тебе подарок а мне что думаете неприятно мне очень приятно поэтому написано что тут что-то очень хрупкое надеюсь это не сердце сейчас вместе с вами будем просто спаковывать дорогая настя благодарю тебя за контент который создаешь за искренние эмоции и рекомендации фрэнк оливер покорил мое сердце я не обратила бы на него внимание без твоего канала чечесные и летние как малиновый сорбет смяты настоящий любовь спасибо вика с такая вот открытка 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 фрэнк оливер это приятно кстати что далеко ходить фрэнк оливер тоже рядом со мной всегда буквально на первом ряду первой полки я его тоже очень люблю на самом деле вот сегодня я его и надену я не знала что мне сегодня надеть ну вот боже мой как он красив так что если вдруг вы никогда не слышали вообще в целом о бренде фрэнк оливер в контексте ароматов то рекомендую эту внимание ну что лезем дальше потому что там что-то явно есть так попытай попытай моя страсть так слепые затесты все такие это слепые затесты о боже слепые затесты это приятно шесть парфюмов чувства которым от любви до ненависти будет интересно узнать твое мнение при слепом затесте в конверте описание ароматов пирамиды и мое мнение о них желаю ярких впечатлений блин все таки будут слепые затесты это приятно ну и там что-то еще это джерс свеча декоративная циэта лаванты вау боже мой ммм ммм она пахнет чем-то съедобным какой-то ванилькой вау класс слушайте она еще похожа немножко на да такой на как будто бы немножко и купол цирка у меня все что имеет вот такую вот форму немножко купол цирка боже мой блин либо я голодная либо это правда очень вкусно пахнет вика это просто точнее виктория это класс спасибо большое приятно 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 с ума сойти так получается у нас сейчас с вами ждут слепые затесты если Настя видит слепые затесты в коробочке она сразу же бежит их снимать как минимум сегодня произошло так не буду долго оттягивать потому что не знаю сколько у меня там памяти на камере не знаю что будет со звуком но есть большой большой порыв и восторг поскорее это все распечатать 6 парфюмов чувства к которым от любви до ненависти будет интересно узнать твое мнение при слепом затесте в конверте описания ароматов пирамиды и мое мнение о них желаю ярких впечатлений я уверена что яркие впечатления будут по крайней мере у меня сейчас такое настроение которое редко меня посещает у нас здесь с вами мешочек который мы с вами вместе сейчас открываем открываем и видим боже мой вот это конспирация вы смотрите я прям чувствую какая акустика в комнате ну ладно мы это решим ковром тут даже жидкости чтобы не было видно запечатано запечатано все это ими белыми штучками класс класс мне такое нравится еще больше таинственности дорогие свидетели слепого затеста прошу зафиксировать что конверт закрыт естественно как обычно и после того как мы с вами потестим первый аромат мы его и вскроем ну что ж первый аромат наносим на блудер боже мой я надеюсь что мои навыки за тестов не атрофировались боже мой что-то сильно знакомое нас здесь встречает с вами сладко ванильная композиция очень сладенько очень так знаете в стиле розовой ванили но очень ванильно потому что есть такая прям фактура замшевости такая текстура ванилина да это какой-то ванильный аромат очень похоже на квирденюет и фарше да да туда но здесь как будто бы есть цветочная составляющая какие-нибудь такие сладкие розочки малиновые или возможно есть какая-то гордени или сладкая тубероза очень такая носибельная приятная история здесь скорее если брать отсылку к тому что написано на конверте здесь у меня скорее любовь мне такое нравится это прям в духе того что вот особенно сейчас меня прям меня прям вот вгоняет в радость в восторг в какое-то позитивное мышление такое в дофаминовое настроение мне очень нравится я скорее всего это знаю такое такое красивое можно сделать как в люксе так и в нише скорее это что-то знаете после 2008 года выпуска то есть это не какая-то винтажка возможно у меня это есть либо в отливанах либо во флаконах я бы сказала что это похоже на Queer Den We от Eiffel или что возможно это какая-то иная история про ванильную розу но мне такой нравится правда прям мне такой очень симпатичный давайте смотреть что это что же это такое так открываем точно хоть бы был не самый плохой звук но лучше так пощадите боже мой Вика я завидую вот такой подготовленности потому что я не такая итак номер один это Amo Ferigamo Salvatore Ferigamo праздничный искристый аромат с нетривиальной пирамидой удивительной для люкса я согласна я не слышу в нем костиков или чего-то отталкивающего аромат идеальный для теплого и синего свидания воздушного платья играющего на голубах улыбки что-то описано очень поэтично я как будто бы считаю какой-то парфюмерный журнал слушайте я согласна с тем что это очень хорошо для люкса это правда звучит очень круто для меня все равно даже если я увидела пирамиду ничего не решает это в духе Queer De Nui это в духе какого-то знаете классного ванильно-чайного аромата то есть я тоже не слышу здесь никаких котиков хотя очень часто для меня смородина это котики я недавно чуть не купила для себя мист как правильно называется от Николай со смородиной потому что у меня были злейкотики на руке и это прям было не очень а здесь хорошо прям мне такой прям нравится вау если бы не было Queer De Nui я бы с удовольствием прям купила бы себе этот флакон потому что вот иногда такого прям очень хочется и здесь же с ним такой прям гордения подобный очень мягенький очень такой замшевый очень сладкий и амброксан я не знаю как на коже потому что я с удовольствием разношу этот аромат на коже но на блотере не чувствуется естественно амбари ну это какая-то сладкая штучка да какой-то сладкий напиток класс мне нравится любовь аромат номер два так что же у нас здесь с вами будет оооо это это сто процентов я знаю ух ты ух ты слушайте началось все очень-очень гурмански с такой какой-то знаете прям с печенькой какой-то какой-то такой прям очень съедобные гурманники затем немножко меня почему-то отвлекло в какую-то хвою или в какой-то даже пихтовый бальзам я не знаю возможно это мой мозг сегодня чудит но вот сейчас я слышу здесь какое-то очень интересное слияние печенья такого прям сладкого такое оно будет не сладко бывает и какого-то пихтового бальзама или какой-то хвои какой-то бальзамичности и это очень интересно потому что вот эта бальзамичность она как будто бы уводит аромат в такую довольно-таки мужскую брутальную сторону а печеньковность заставляет его оставаться здесь на стороне гурманики блин как интересно как интересно это прям вот это прям интересно то есть это какая-то вот по крайней мере на блотере небанальная гурманская история слушайте вау ну как я уже сказала если уже здесь гурманнику или какие-то смолы или возможно да класс нет все извините я хочу посмотреть что это потому что это как-то очень увлекательно вау фиори фиори ди пане профуму дифференси вау вау это аромат для мужчин и женщин принадлежит группе не написано новое издание выпущено в двадцать третьем году в верхней нотах хлеб лист фиалки бергамот ирис нагармота тюльпан цветок апельсина кедр ваниль бобытон капитиль мускус самый неоднозначный аромат который я слышала не могу сказать ему ни да ни нет редкая нота хлеба в пирамиде но хлебную корочку слышу только при распылении ну ее правда слышно я вот просто подумала что это печенье а сразу после хлеб заливают неизмерным количеством паркетного лака и он забивает все остальное да я согласна что здесь какая-то очень странная такая история я почему-то подумала что это все таки какая-то не знаю там хвоя пихта слышу эту химическую ноту на всем звучание через нее пробиваются цветы через нее просачиваются уже другая выпечка посыпанная сахарной пудрой но все это несъедобно настолько же насколько пластиковая еда для кукол аромат косили в шлейфе невозможно когда уткнешься в запястье носом слушайте какая интересная история да я согласна что он настолько неоднозначный слияние какой-то вот гурманской хлебобулочной какой-то истории вместе вот я услышала с какой-то хвоей но сейчас я уже понимаю да что здесь какая-то нота какого-то лака который которым покрывают древесину это очень похоже немножко на аромат рис басмати потому что все таки в жиде пы 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 там прям есть такой хруст французской горелой булки то есть там вот эта гурманика она более стабильная и понятная здесь правда неоднозначно но тем и интересно на блодере это очень сносно с удовольствием будет носить на коже разнашивайте писать свои комментарии в теграм-канал как я это сказала как будто бы это было заготовлено но это чистейшая импровизация аромат номер 3 жидкость светлая да через попку можно подсмотреть так ух ты ну это уже история ведет нас в травмы розмариново какие-то цитрусовые истории сильно сразу мы так поднялись в каких-то какие-то эфирные масла да ощущается какой-то чистейший минисекс даже скорее в какую-то возможно такую ну чисто номинально мужскую историю вначале прям я почувствовала какой-то либо розмарин либо базилик какие-то такие зеленые травы вообще он ощущается очень зеленым скорее всего с какими-то здесь цитрусами и скорее всего с какими-то светлыми деревяшками он ощущается довольно-таки понятным я такое не ношу но люблю обонять такое да мне такое нравится то есть это какой-то очень идеальный аромат для лета для теплой осени для возможно теплой весны но для весны конечно хочется всегда что-нибудь цветочного а когда ты этим насытился уже за лето хочется немножко подготавливать тебя к зиме вот это какая-то очень классная подготовка к зиме через теплый осень но это пожалуй все что я могу сказать мне кажется здесь еще есть что-то такое фиалочное либо лист фиалки либо какой-то лист я не знаю там смородины малины какой-то вот лист какая-то зеленуха но зелено здесь цитрусовое здесь никакая никакой знаете такой бакелитовости нет или не знаю синтетических джунглей это очень понятно фиалочно розмариново цитрусово интересно и что же это такое так да ладно да ладно это аромат который я очень хотела но все время боялась потому что я не очень люблю на ту соли я ее вообще здесь не нашла вы представляете хотя вот сейчас когда я смотрю что здесь соль и перец это Reveal от Кевин Клайн аромат который я все время кладу и убираю из корзины рандеву 2014 год соль, перец, серый амра, ирис, кашмиран, стендал, мускус ветир удивительная пирамида стартует солью и перцем запудривающиеся уводящие за собой на холодное побережье аромат каменей у моря и коряня который я вынесла на берег и высушила на терпком прохладном солнце самодостаточный и отстраненный он не побеспокоен звучит нетривиально поразительный в своей стоимости согласна вообще класс вот я сейчас навозможно могу чую здесь какую-то соль но скорее именно соленую древесину вот это да слушайте, он вообще меня не испугал потому что когда-то я пробовала полюбить соленые ароматы и начинала спуманить от мюбле там вообще у меня не срослось с этими водорослями и икрой а здесь хорошо слушайте я еще потестил аромат сильно на себе на своей коже и среди друзей, как говорится на своем окружении на своей фокус-группе аромат номер 4 жидкость светлая вот это да Вика прям класс я очень рада потому что встретился аромат который я давно хотела потестить спасибо я еще в закрытой комнате сижу ну слушайте, это какая-то наша любимая жесть в духе гипермускусного фруктового это тот случай, когда шлейф аромата может вызвать приступ, я не знаю, тахикардии, панической атаки и так далее то есть для меня этот аромат, конечно, да из области ксирджовов мне кажется, это какая-то такая либо это приемный сын ксирджовов либо все-таки родной да, тут очень много амброксана фруктовые еноты мускус муск это воспринимает просто какую-то какафоничную кашу интересно, что это если это не ксирджов и не ксирджовы подобные то интересно а, ну почти почти это instant crush монсера, который, наверное, сравнивают часто с бакарой да? прямое включение со станцией оправдательное я специально разносила этот аромат на коже дабы понять, может быть я что-то перепутала и он действительно бакарян нет у меня есть, правда, бакара я сравнила их на коже и это правда так удивительно я поняла, что, кажется, instant crush является одним из самых популярных ароматов которые я встречала в травовых центрах я раньше думала, что это эрва пура но кажется, это instant crush и в первые секунды, правда, очень громко это может испугать но вот у меня прям микро пшик потому что больше попало в воздух и потом появляется вот эта вот сладость бакары каких-то карамелек таких вот имбирных, я бы даже так сказала но все-таки это не бакарян это в сторону каких-то сладких мускусных историй ссори за мою эмоциональность но иногда я бываю такой бакаристый друг, который манит и отталкивает юлистный, медицинский, невносимый при этом чем-то соглазняющий задерживающий внимание заставляющий себя пробовать разбирать и слушать но для меня это скорее ненависть ну даже как бы нет такого, что я как ядаром это прям ненавижу они просто мне не нравятся и все здесь я вообще, честно, не слышу бакары я слышу здесь даже вот при каком-то прям погружении у меня просто есть бакара дома в атлевантии я буквально вчера нанесла ее на шторы в спальне да, я безумная я сделала два пшика и у меня в комнате пахнет прям вот сладким каким-то таким янтарным амбровым жасмином с этими петушками никакого йода никакой стоматологии у меня экстракт версия экстракта в атлевантии но здесь нет этой бакары здесь есть прям вот очень много амбрового амбрового мускуса амбровудовского такого амброксанового мускуса вот ну кстати йодистость здесь как раз таки есть если в бакаре я не очень ее там ощущаю или она там какая-то такая знаете более какая-то гладкая истерильная для меня то здесь эта йодистость она какая-то грязная знаете с примесем чего-то ну я тестила когда-то инстант краш и он для меня не краш конечно интересный эксперимент едем дальше аромат номер пять и светлая жидкость интересно мои носы услышат что-то сейчас после инстант краша ой ой а вот это вот вот это вот просто взмах какого-то легкого платья вот но это точно что-то винтажное или выпущенное либо в прошлом веке либо до 2015 точно года это какие-то белые цветы какие-то ммм приятности это прямо такая легкость весна во флаконе крикабельное название крикабельное описание хорошо по сравнению с инстант крашем это прям какая-то хорошая очень остановка возле санатория легкость возможно здесь есть либо какие-то альдегидности либо какие-то чистоты какие-то белые цветы там не знаю фрезии магнолии возможно даже какие-то белые розы все так чисто хорошо в духе какого-то классного люкса хороших времен и вот какого-то знаете такого изящества когда вот ты не хочешь кого-то зацепить своим ароматом а хочешь просто достойно себя нести мне такое нравится у меня что-то такое есть это в духе вот моих любимых универсальных ароматов на каждый день если ты не знаешь что тебе надеть ты хочешь как-то себя внутренне поддержать вот это сюда такое хорошо такое нравится что это о это удивительно и это ралостно это Le Dessay Pour Issey Miyake почему я так читаю я не знаю 2016 год а я сказала 2015 практически парфюмерный кошмар парфюмерный ад несмываемый невозможно освежитель воздуха ужас летящий на водяных крыльях бьющий по голове не дающий спрятаться вызывает мурашки в самых худших смыслах да простят меня все любители этого запах прощаем тебя Виктория ну слушайте у меня он не вызывает какого-то ужаса возможно это потому что он идет после инстант краша то есть для меня вот инстант краш более ужасный ужас а здесь все достаточно очень даже носибельно опять же сейчас я тесту это на блотере обязательно нужно потестить на коже и обязательно потом опишу какие-то свои ощущения в телеграм-канале очень даже неплохо возможно есть эта нота освежителя но назовем ее нота свежести нота чистоты интересно понятно что если сравнивать морские ноты здесь и соль в кельдингляне конечно тот аромат намного симпатичнее но это неплохо это неплохо это один из тех ключев когда аромат это семьяки в целом мне зашел потому что мне достаточно проблематично с этим рядом ну и аромат 6 тут у нас смотрите какая-то штука вот такая я надеюсь у меня получится открыть и нанести на блотер так ага давайте на кожу потому что такие штучки я не очень люблю наносить на блотер ой какая-то прелесть мне кажется если вот такая вот история с нанесением то явно мы имеем дело с какой-то красотой но это моя остановка так что посидим ой хорошо если это не винтаж то это тоже красота но мне кажется это что-то такое классное из хорошего я чувствую здесь здесь знаете очень сложно воспринимать этот аромат но он какой-то такой очень хамелеонистый сначала я очень чуяла здесь какую-то туберозу или какие-то цветы а потом это немножко куда-то уходят какие-то травы да какие-то травы такие мшистые что-то такое мшистое интересно и он как будто бы немножко то ли кислит на коже то ли как будто бы знаете вот как будто бы вы знаете когда есть травянистые масла то есть есть или даже это знаете это может быть какой-то лимонник или вербена так звучать да то есть это либо какая-то такая цитрусовая либо какая-то немножко кислинка но это очень прикольно мне очень интересно что это sorry что я так долго не гадаю просто знаю что закончится сейчас время на камере это красная москва лайт версия вау илан гвоздика бергамот тубероза жасмин а я почувствовала туберозу с какой-то кислинкой ваниль бобы тонкой не могла оставить тебя наедине с последним ароматом это было бы издевательство с моей стороны поэтому оставляют тут этот флакончик в качестве уютного спасения сладкого сладкого плена укутывающего цветочного одеяла обожаю красную маслу ее обновленную версию для меня она не кажется более легкой скорее это более медовый и юный вариант любимого парфюма и кто бы что не говорил как бы не плевался а любимый букет императрицы это шедевр российской парфюмерии который я нежно люблю всех душу я тоже надеюсь что он оставит теплый после вкус и приятный эмоций это правда слушайте вообще у меня есть красная москва и это вообще другое да вот сейчас уже смотря на пирамиду я могу здесь какую-то такую цитрусовую гвоздику какие-то цитрусы я нашла но вот как будто бы немножко на моей коже он вот такой легкий что прям немножко начинает цитрусить пироза пироза здесь очень такая зелененькая с жасмином но до ванилия не дошла но гвоздика ощущается слушайте классно классно блин мне мне такое понравилось вот такое я люблю обонять потому что для меня такие ароматы как не знаю красная москва как шанель номер пять или шанель номер пять или даже для меня это прям такая история я прям вполне себе своей фантазией могу нарисовать какую-то картину и в этом аромате правда есть какая-то музейность какая-то история хоть это и новая версия 2018 года такая обновленная да для тех кому хочется полегче чем классическая красная москва но мне такое нравится мне такое нравится эта гвоздичность которая здесь очень понятна возможно потому что она здесь в дуэте все равно с бергамотом вот чувствуется этот воздух иногда гвоздика которая там в переплетениях в хитросплетениях с ирисом она не дает такой легкости она все-таки дает какую-то такую тяжесть а здесь очень хорошо мне очень понравилось я прям хочу все это теперь поносить на коже спасибо большое Вика и за свечу и за такой интересный слепой затез я прям чувствую внутренне как мне стало получше полегче моя депрессия на какое-то время меня покинула и хочется прям улыбаться надеть на себя и москву красную и кельвина кляйна с его солью и прям идти по улицам москвы и наслаждаться хотя в чем как не в красной москве идти по улице москвы это конец видео получается так что самое время отправиться в комментарии и написать что понравилось что не понравилось каковы ваши фавориты этого лета что носили чаще всего как вам то как я справилась с липами затест конечно достаточно посредственно да вообще ничего не угадала но ничего я буду практиковаться потому что все таки это тоже навык нужно все время его тренировать а я давно не гуляла по партнерным магазинам и сами посмотрите по каналу когда у нас были крайние если будет меня зовут Настя это канал от Ресоль так что подписывайтесь если до сих пор это вы не сделали пишите комментарии ставьте лайки на моем видео подписывайтесь на мой телеграм-канал можете даже подписаться на мой музыкальный канал если вам это интересно на мои всякие там социальные сети другие ну и до новых встреч в новых видео которые выйдут уже совсем-совсем скоро пока-пока лет заканчивается это грустно конечно впереди осень да а там уже Новый год ой ладно